Ленин Потому что 70% наших граждан никогда не читал Ленин Еще в 2017 году Владимир Жириновский в интервью «Комсомольской правде» назвал Ленина преступником Который незаконно вывел страну из Первой мировой войны и бросил союзников А это, продолжил Владимир Вольфович, положило начало современной вражде России и Запада Мол, без Ленина мир пошел бы по-другому и не было бы ни Гитлера, ни Второй мировой Откройте труды вашего святого Ленина Но на каждой странице расстрелять, расстрелять Только один глагол знал этот человек Подобно нынешним предателям, Ленин в 1914 году желает поражения своей стране в Первой мировой «Пусть Германия победит Россию, даешь гражданскую войну» Три года спустя главной целью вождя было удержание только что захваченной власти В стране объявлен красный террор, а вождь учредил военно-революционный комитет Который, в числе прочего, занимался и борьбой с инакомыслием Слово «расстрелять» действительно стало нормой в документах тех лет, как и сами расстрелы Только за 1918 и первую половину 1919 года в 20 губерниях России было расстреляно более 8 тысяч человек Арестовано за это время, по сведениям Лацеса, 87 тысяч При этом автор оговаривается, цифры, представленные здесь, далеко не полны Надо просто его оставить историей и перестать ругаться из-за того, кто Ленин Плохой или хороший, он уже умер сто лет назад Давайте закопаем его Опер закопаем, это отдельное Но это все-таки не наш с вами должно быть мнение, а какое-то мнение народа Ну вот смотрите, просто есть определенный такой стереотип, что население, ну в принципе в любой стране, в любые какие-то временные промежутки Хотя в принципе, наверное, каждый человек должен на протяжении всей своей жизни испытывать такое чувство То есть люди хотят стабильности, люди хотят порядка И говорят о том, что вот этот порядок может обеспечивать некий сильный руководитель, сильный лидер, сильная рука, если говорить совсем просто Русский народ является левым по своим тенденциям и убеждениям Вот, а в левизне главное соображение это равенство и справедливость Мне это трудно понять, поскольку я ненавижу равенство и считаю, что справедливость И еще больше ненавидите справедливость Вот, нет, справедливости просто не существует Я иронизирую Ее нет Народ его любит Народ тоскует по тем принципам, которые ему внушили в юности, в молодости И готов их реализовывать Значит, можно быть очень хорошим человеком Насколько мне известно, Ленин любил кошек Вот, добавлю, что Гитлер, например, очень любил свою собаку И, в принципе, можно быть очень хорошим человеком И с абсолютной твердой, холодной уверенностью осуществлять курс И последнее, самое главное Я небольшой симпатизант Российской империи Но, тем не менее, Российская империя была государством, в котором можно было жить Ему на смену пришел режим и система В которой жить, в принципе, невозможно В которой, помимо расстрелов конкретных лиц Осуществлялся жесточайший социальный геноцид Где не могло воспроизводиться, в принципе, нормальное население Ни крестьянское, ни интеллигентское А как же мы-то с вами на свет появились Я только хотел спросить, как вы прожили, наверное, большую часть жизни, все-таки, Александр Николаевич В том самом построенном Ленином государстве Существовали люди, сохранившие, вопреки обстоятельствам, некие взгляды и убеждения Этих людей немного Я бы хотел просто взглянуть на историю с точки зрения Пронесло ли это пользу русскому народу Мы здесь все сидим в основной своей массе русские, правда? Русскому народу пользы это не принесло Но другим народам, да Я согласен с тем, что Ленин это человек, который может позитивно восприниматься даже в Армении с Азербайджаном Потому что до этого, до Ленина, у них своей государственности не было В Казахстане, который в 1936 году стал большой республикой с большим количеством казачьих земель Большевики и Ленин создали из Российской империи большой конгломерат государств Они создали нации Они создали национальные интеллигенции Даже национальные языки И эти языки они еще и вбили в местное население вместе с сознанием Мы можем это в заслугу А в заслугу им мы можем это Давайте мы на секундочку забудем, что мы русские И вот как вы говорите Нам это не понимают Подождите Может быть это были какие-то Ленин и большевики Это были какие-то граждане мира Которые думали обо всем мире Поэтому создали конгломерат государств Языки там Они молодцы С точки зрения русского народа Ленин человек, который принес им очень много горя 10 миллионов жертв гражданской войны Отсутствие собственной государственности По сути Негативная дискриминация И позитивная по отношению к этим народам А для всех остальных народов Скажем для негров в Южной Африке Вы знаете, что вот если вы приезжаете в Южную Африку Нужно носить футболку с Лениным Тогда они скажут О, это хорошее, это русский Я был в Южной Африке, выжил без футболки с Лениным А вы не можете парадокс объяснить Смотрите, Владимир Путин не раз говорит Что архитектор сегодняшнего конфликта на Украине Исторический архитектор Это Ленин И проблема, которую мы сейчас решаем Это проблемы, заложенные Лениным Тогда почему на освобожденных территориях Практически, ну не первым решением Но тем не менее, одним из первых решений Это восстановить снесенные памятники Ленину При украинской власти Для них Ленин Это остатки того миропорядка справедливого в СССР Который когда-то они еще помнят Вот были памятники Ленину Была школа, было хорошо, был завод Был мир Пусть и в составе, так сказать, у СССР В составе СССР А потом пришла независимая Украина Разруха Всякие олигархи Воровство, коррупция И война в итоге Независимая Украина пришла в стараниями Ленина Хоть он сам не подозревал У них тут две тезы Независимая Украина с войной Или старый Советский Союз с памятниками Ленину Поэтому, конечно, они выбирают памятники Ленину Для них это стабильность Это та советская еще Россия Которая была для них чем-то хорошим Как появился Казахстан На самом деле сначала Называлась Казакская ССР В составе РСФСР То есть вообще никаких казахов не было Потом внутри Казахской ССР Создали Киргизскую ССР А потом взяли и вытащили И ее отделили от РСФСР То есть там настолько волюнтаристки Принимались решения о формировании Наций Например, узбеков Никогда не существовало до революции Не было такого названия этнического Взяли, создали из нескольких Среднеазиатских народов узбеков То же самое создавалось Кто такие азербайджанцы? Нет такой национальности азербайджанцы До революции не было такого Так же, как не было ни одной государственности Из 15 республик Как раньше узбеки назывались? Ну там имел Хорезм, Хива А, поэтир Уважаемые коллеги Слушай, на среднем они будет гораздо больше народов Все-таки этнические они Там это, например, несколько этнических групп Проблема в том, что Главная задача коммунистической партии Была разделить по национальным квартирам Огромную территорию Российской империи Унитарная империи И это создало огромные проблемы Которые развалили нашу страну Наших предков расстреливал Посмотрите национальный состав НКВД и всех этих палачей Там русских практически вообще не было Поляки, литовцы, евреи Русских не было Вот на все вот эти нас меньшинства Ленин и его команда Делали ставку У нас остается совсем мало времени Люди же не задумываются Эти 85% Это надо книги читать Надо либо умные лекции слушать Либо в России выходить Люди не умеют это делать Расклеиваете такие клеймы 80% населения страны у нас тупоришуль какие-то Которые вообще ничего не читают Да ленивые просто Мозг надо развивать Понимаете как?